За все эти 19 лет мы имели три составляющие. Первая составляющая это отрезание полномочий автономии. Если вы проанализируете закон, который был принят об особом правом статусе ГГУ Зири 23 декабря 1994 года и проанализируете закон, который сегодня действует, оттуда только урезали полномочия, но туда ничего не добавили. Вторая составляющая это нивелирование полномочий. То есть Гагаузию все время опускает на второй уровень, то есть это обычный районный центр. Это не обычный районный центр, это автономия в составе республики Молдова, внутри которой есть три района. И третье это дискриминация, как ни странно. Мы пытаемся, дискредитация, мы дойдем до дискриминации, это дискредитация. Дискредитация самой идеи автономии. Дискредитация постоянным провоцированным каких-то конфликтов в автономии, чтобы показать миру, что вот мы дали автономию, Гагаузию, но они не могут управлять своей автономией. И это целенаправленная политика со стороны, прежде всего, руководства республики Молдова. То есть, обратите внимание, то, что мы предлагаем, оно выгодно для всей Молдовы, для ее имиджа во всем мире. То, что делает по отношению автономии, ничего хорошего мы от этого не видим. Я сейчас буду детализировать, у вас будет возможность задать вопросы, если вы с чем-то не согласны. Берем закон об особом правовом статусе Гагаузьери, и там был пункт, что назначение судей должно пройти согласование в парламенте автономии. Этот пункт убрали. Для чего убрали? Для того, чтобы стать кому-то, Гагаузу, стать судьей в республике Молдова, он должен пройти через тернии путь к звездам, и шансов у него, может быть, один из миллиона стать судьей. Если он хочет получить лицензию адвоката, ему шанс один из ста, чтобы он открыл свое адвокатское бюро. Ну, следующий момент. Давайте зададимся вопросом. Уже 19 лет существует автономия. Я бы хотел, чтобы сегодня кто-то с правительства, с парламента или с президентуру назвал мне, кто сегодня является министром Гагаузом по национальности. Вы не найдете. Есть ли хоть один посол, к примеру, посол в Турции, Гагауз по национальности? Ну, ладно, нет посла. Ну, не нашли достойного. Ну, а секретарем посольства может работать Гагауз? Ладно, если не может секретарем работать. Он может клерком работать там. Нету. Покажите мне, недавно поставили одного замминистра, но как его поставили, ни трудовой книжки, ни дня не работало, его поставили по партийному признаку. Я коснусь этих организованных политических группировок, я чуть позже коснусь. Так вот, я не вижу стремления со стороны центральных органов власти интегрировать Гагаузию. Мы хотим этой интеграции. Но неужели нельзя в министерстве начальником отдела, директором департамента, директором агентства, замдиректором агентства, неужели нельзя найти потенциал этого народа такой слабый, что не могут найти хоть одного, чтобы он занял эту должность? Целый народ выталкивается, выдавливается на обочину политической жизни.